Добрый день, уважаемые инвесторы, партнёры! Эта информация в основном вам. Значит, вы на последних роликах видели, какие изменения происходят и произошли у нас за последнее время на строительной площадке. Буквально месяц назад, даже может быть меньше месяца назад, мы говорили о том, какие первостепенные задачи стоят перед строителями, были поставлены. Одна из этих задач — это закрытие теплового контура здания. Эту задачу решает компания «Стронбилдинг». Это основной подрядчик по металлоконструкциям зданий, он у нас в прямом подряде, пока находится по этому объему работы. Вы видите, что здание практически облицовано, утеплители установлены. Основные объемы сделаны, остекление сделано. В отдельных местах, где нет рам, там будут стоять вентиляционные решетки установлены, не закрыты дверные проема и ворота. Но сейчас их устанавливать нецелесообразно, потому что внутри здания будут вестись бетонные работы. Поэтому первая задача закрытия теплового контура будет завершена практически к концу этого месяца. Останется детали доработки, но они уже не будут препятствовать возможности отопления здания. Там, где ворота, ворота можно не ставить, можно закрыть рамами, как мы делали раньше. Да, потери будут, но они не стоят существенно. Поэтому эта задача практически решена. Вторая задача, которая ставилась, это выполнение подбетонных работ. Они в промышленной части здания на 90 процентов выполнены. Осталось залить последний подготовленный участок. В принципе, он может быть выполнен за один день. Там все подготовлено. Как только будет бетонознасос свободен, эту работу выполнен. И у нас останется первый этаж административно-бытового корпуса, АБК. Там ведутся работы по разравниванию и уплотнению песчаной, на смеси песка. И эти работы тоже будут завершены. Поэтому с этой задачей, с этими двумя задачами практически справились. Следующая задача, которая нам нужно решить, это гидроизоляция. В первую очередь на участке, где будет находиться теплотехническое оборудование, пункт теплотехнический распределитель. После этого там надо будет выполнить подливку бетона, установку арматуры, каркас арматуры и заливку бетона. Естественно, это будет распространяться и по остальному зданию. Дальше работа. Но на этом участке, в первую очередь, должны будут выполнены работы для того, чтобы можно было приступить к монтажу теплотехнического оборудования, пунктов учета и распределения тепла. Это необходимо сделать для того, чтобы можно было поддать централизованное теплоснабжение. И после этого можно говорить о том, что задача подключения здания к источникам теплоснабжения будет решена в том случае, если будут выполнены инженерные сети. Почему мы говорим не только о подаче тепла, обо всех инженерных сетях, потому что они идут с одного направления. Некоторые на многих участках эти траншеи объединяются в одну, поэтому целесообразно выполнить эти работы комплексно. И их надо выполнить комплексно. И будем выполнять комплексно. Поэтому нам с вами нужно до наступления холодов, помимо этих работ, которые вступают в завершающую фазу, выполнить весь объем инженерных работ в обязательном порядке. Если мы не выполним эти работы, то нам тогда придется подключать здания к временным системам отопления. Это значит дизельные генераторы тепла. Ставить и раскладывать по бетону нагреватели. Но это задача еще та. Потому что все это обойдется очень дорого. Если учитывать, что холодный этап у нас идет не менее шести месяцев в году. Затраты нецелесообразны. Вести с точки зрения размывания долей всех участников, дольше кто инвестировал в проект. Потому что это сожрет деньги не более того. Поэтому была разработана программа стимулирования выплаты рассрочек. Solar Group разработала программу. И эта программа будет предложена к реализации. В ближайшее время вся информация будет находиться на ресурсах Solar Group, компании. Просьба, уважаемые инвесторы, познакомьтесь, посмотрите, изучите свои возможности. Потому что нам надо с вами в эти теплые месяцы выполнить максимальный объем работ. Эти работы объемные, большие в плане финансовых затрат. Потому что дальше работы будут, ну, они не столь масштабны. Они могут быть несколько растянуты во времени. В зависимости, можно их поставить в зависимости от рассрочек. Эти же работы должны быть выполнены одноразово. Потому что если мы выполним зимулированные работы, вскроем грунт и начнем работать в траншеях, там останавливаться будет нельзя. Кроме того, нам выдан земельный ордер на подключение к сетям. Земельный ордер начинает свое действие с 24 июня, то бишь сегодняшнего дня. От того, как мы с вами мобилизуемся, в принципе, будет зависеть то, как мы войдем в зиму, в холодное время года. Почему нельзя останавливать эти работы, почему нельзя не отапливать здания? Все связано с тем, что у нас выполнен большой объем бетонных работ не только по перекрытиям, но и по земле. И если земля начнет промерзать, это приведет к нарушению бетона. Допустить это нельзя, ни в коем случае. Поэтому, уважаемые инвесторы, коллеги, партнеры, я прошу вас внимательно отнестись к этой информации. Я неоднократно на вебинарах рассказывал про это, но сейчас ситуация уже ребром стоит. Потому что работы, те, от которых зависело, будем отапливать или не будем, выполнены. Поэтому нет вопроса, он не стоит о том, будем ли топить или не будем. Будем. Так либо иначе, но будем. Будем ли платить за это дорого и растягивать удовольствие еще на полгода? Я думаю, что этого делать не стоит. Все-таки хотелось бы, чтобы мы с вами сдали объект на уменьшенные сроки. Второй квартал 2023 года. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова